У нас в Красноярске Алексей Столяров. Привет, Леша. Очень приятно. Ты в Красноярске первый раз? Да, я первый раз приехал в Сибирь. Я третий раз, так как у меня девушка из Сибири. Но... Откуда? Она из Новокузнецка, жила долгое время в Новосибирске. И сейчас мы живем вместе в Москве. То есть я из Санкт-Петербурга, она из Новокузнецка, Новосибирска. Но мы живем сейчас в Москве. Где-то на серединке встретились. Ну и как тебе, Красноярск? Очень понравился. Ну, вчера не было такой большой возможности прогуляться прям по городу. Но знаю, что универсиада у вас была. Смотрел по телевизору универсиаду. Знаю, что город подготовился к этому. Вышли из аэропорта. Хотя уже даже когда прилетели в аэропорт, видно было, что город серьезный. Мне не в обиду сказать Новосибирску, но удивил больше пока. То есть как встретили, как люди относятся, как именно город сам по красе своей. То есть мосты у вас красиво разукрашены, главную улицу. То есть чувствуется, что прям город развивается. Это очень приятно. Очень приятно. Красноярск у вас встретил. Это теплая погода, я смотрю, да? Очень тепле, чем в Москве, если честно. Мы в шоке пока. У меня Сибирь ассоциируется с тем, что здесь должно быть холодно. А мы здесь получили плюс сейчас 8, плюс здесь у нас в Москве такой погоды нет. У нас минус сейчас. И вот мы вернулись из Европы позавчера, и там хуже погода, чем здесь. В шоке себе. В шоке. Понятно. А что сегодня планируется у меня? Сегодня планируется у меня. Меня сюда пригласили как гостя. Всего три приглашенных гостя будут делать какие-то разные развлечения. Это я, Виктор Блут и Сергей Миронов у меня будет. Ну, мы будем делать такую небольшую тренировку. Я это всегда называю под таким классным названием «Уничтожение подписчиков». Но будет, на самом деле, тренировка. Будет пара подобранных, интересных, таких уже классических, наверное, ну не заруб, а флешмобов таких интересных. Под моби в ринцляп. Ребята, у меня будет три минуты отжиматься. Очень интересно. Советую посмотреть. Потому что реально это очень сложно. Многие не выдерживают. Всего, по-моему, 30 или 3-4 раза надо отжаться. Но там с паузами очень интенсивно, очень интересно. Вот. А после этого мы уже в 7 часов вылетаем, в 7 часов выезжаем отсюда в 9.20. У нас уже самолет в Сочи. Завтра у нас в Сочи уже гонка героев. Поэтому, к сожалению, организаторы нас позвали сюда на 2, но не получилось. Получился всего один. Но надеемся, что полностью питается атмосфера Сибириан Пауэр Шоу. Видно, что стараетесь очень серьезно. То есть, понятно, что для SNPRO масштабы гораздо больше. Но, честно сказать, вот чтобы столько народу было, я не помню. То есть, на каких-то фестивалях именно, да, вот выступлениях по бодибилдингу, по силовым каким-то видам спорта, что прям столько народу, это круто. Еще говорят, что сегодня так себе. Есть соревнования, само шоу. То есть, завтра будет и вот стритлифтинг здесь, и силовики приедут, и больше шоу будет. И еще, наверное, больше народу будет. То есть, для Сибири, для такого города, который чуть-чуть переваливает за миллион население, да, это, конечно, очень круто. А ты сам родом откуда? Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, то есть, у нас в Санкт-Петербурге проводится регулярно, да, и Александр Вишневский, президент по бодибилдингу, очень часто мне там говорил, ориентировался, что вот в Сибири проводится пауэр-шоу, нам нужно примерно то же самое что-то. То есть, действительно, очень вы прогрессируете. Я не знаю, с чем это связано, с тем, что вы очень классно реально подходите к этим соревнованиям, что у вас и лифтинг есть, и бодибилдинг, и бикини, и разные шоу, но народу прям много. То ли это еще есть такая специфика, что конкуренция может быть не такая сильная, то есть, вы действительно очень сильно планку задрали, и у вас очень имиджевая история, и люди хотят сюда попасть именно как по имиджу. Потому что, например, в Питере и в Москве, конечно же, очень много различных выставок, и, конечно, у человека глаза разбегаются. А здесь у вас, видимо, настолько имиджевое это, потому что вот вчера мы сидели с Катей в ресторане, и мы слышали за соседним столиком, как люди собирались сюда прийти. То есть, они прям говорили об этом, прям обсуждали, как в том году было, то есть, им понравилось. И это удивление, потому что в Петербурге вот так сидеть, и чтобы кто-то говорил про фитнес, никто так не говорит. Поэтому крайне было удивительно и приятно, конечно. Спасибо. Спасибо вам.